всем привет ну что пока все мои картины развешаны вот в этом зале это галерея куклы пролетарская 4 галерея работает пятница суббота воскресенье с 12 до 6 часов можно в любой день прийти и посмотреть все мои вышитые работы ну а также куклы которые делают наши оренбургские мастерицы здесь несколько залов но сегодня у меня будет видео о моих работах так начнем прям самого начала вот как все висит так сначала и буду снимать это картина вышита бисером отчеривно мыть розочки люблю я вышитые бисером картины схема напечатана на основу вышивается хорошо легко быстро учили на мыть правда основа немножечко такая тоненькая нужно аккуратно вышивать чтобы не стягивать вышивала на пальцах некоторые вышивки бисером у меня на пяльцах некоторые просто в руках держу если плотная ткань то просто сворачиваю рулончиком держу в руках ну а эту вышивала на пяльцах из этой же серии тюльпаны белые тюльпанчики тоже очень красивые но также легко вышиваются я быстренько буду пробегаться по картинам потому что по каждой работе у меня есть отдельные видео на канале подробненько можно посмотреть есть отдельный плейлист готовой работы ну и так же процессы я тоже снимала это картина называется дольче визе это чудесные иглы я уже рассказывала я поклонница чудесные иглы многие мне их разработки нравятся ну а также материалы канва гамма нитки гамма нормально я ими вышиваю вот здесь вот большое количество фрузелков и бисер вот здесь вот здесь вот пришит бисер ну очень красиво смотрится вообще люблю работы смешанной техники если даже где-то чуть-чуть добавлено кстати я уже забыла здесь в наборе был бисер или я сама его добавила возможно здесь были фрузелки а я заменила на бисеринки я часто так делаю если в наборе фрузелочки по моему здесь должны быть фрузелки вот видите уже не помню можно посмотреть видео на канале и вспомнить кстати классно снимать видео для того чтобы это осталось на память здесь полная зашивка идет размер 30 на 40 это одна из первых картин вышитых бисером от фирмы матрёнин посад здесь тонкий тонкий шок когда вышиваешь эту работу кажется что она очень сильно стянута на шелки но потом багетной мастерской когда натягивают все вот так получается ровненько но во время вышивания я постоянно переживала что это уже не разгладится очень очень тоненький шок я не рекомендую начинать с таких работ хотя в принципе вот моя одна из первых работ и получилось удачная но если вы боитесь то лучше возьмите какого-нибудь другого производителя где ткань поплотнее вот у черевном и тоже тоненькая ткань но все-таки там не шелк полегче вышивать дальше моя и гордость и разочарование гордость потому что большой масштаб но разочарование потому что я хотела набор с другой комплектации ниток здесь вот такие вот тут резкие переходы но есть еще комплект от комплектации где вот здесь вот плавные переходы такие много бежевых тонов а здесь вот как-то не знаю сильно голубой резкие вот эти переходы хотя издалека смотрится нормально но не очень довольна я этой работой есть отдельные видео там я подробности рассказываю пиксельно очень пиксельно если вы эту работу планируете вышить то замените канву на 16 если можете вышивать на 18 лучше на 18 пусть будет меньше она размером но зато не так пиксельно будет смотреться это алмазная мозаика алина выкладывала я как-то не очень люблю алмазную мозаику у меня нет готовой работы вот арина пробовала мы ее оформили ну что-то как-то не подсели на это дело это тоже давнишняя работа в первый первый год вот как я вышивала я уже взяла вот такую картину от панны а полная зашивка и здесь идет вышивка лентами это не просто такие атласные крупные ленты это шелковые ленточки миниатюрная вышивка у меня есть фотографии там спичечку я рядом положила и со спичечной головку вот эти вот розочки они прямо вот эту спичную головку такие мелкие мне так понравилось их крутить и вот эти фрузилки из лент очень понравилось крутить я это делала на видео у меня есть отдельный плейлист вот по этой работе и там я показываю как вышиваю ромашки розочки фрузилочки в общем подробно я снимала видео вышивки лентами очень понравилось мне вышивать лентами у меня даже есть большая готовая картина которая подарила своему брату вообще здесь многих картин нет которые я дарила и я так даже вот в голове перебираю сколько штук но с десяток точно много картин я дарила но в основном дарила близким родственникам эта серия денежная гора и денежное дерево от панны сейчас я вышиваю денежного дракона и вы знаете он намного сложнее чем вот эти две картины так медленно идет вот эти две картины я вышила быстрее и смотрите у лягушки заменила глаз вот видите нашла стразину нашла стразину приклеила очень даже хорошо смотрится все вот эти монетки они были в наборе и еще что я заменила вот эту ленточку она вышивается нитками а я настоящую ленту пришила в общем немножечко на мой взгляд улучшила дизайн и вот это вот моя проба вышивки лентами это просто я взяла вот этот иероглиф в интернете я еще тогда вышивать толком не умела просто перерисовала крестики на тетрадный лист и сама вот так придумала веточки сакуры вот что у меня получилось но и такая проба вышивки лентами ну а это серия матрешек вы уже видели принципе все работы видели я не знаю вышел ли кто-нибудь еще все четыре матрешки от фирмы алиса они очень сложные то что на 16 конве вышиваются это несложно но так часто меняются нити много бэкстича чередуется полукрест и крест в несколько сложений но поскольку вот такие прям мелкие мелкие детали не знаю мне они даже напоминали местами многоцветки хотя это было давно я давно их вышивала но ничего справилась вот все четыре нравится не могу даже сказать какая любимая и кстати всем я давала имена вот это вот осенние анфиска с такими хитренькими глазками это василиса весенняя матрешка у меня внучку зовут василиса правда она в сентябре родилась но я уже когда еще внучки не было я уже эту матрешку назвала василиса вот это вот осенняя матрешка это машенька в я по ягоды в лес ходила а это аленушка у нее ведерко аленушка у ручья ну в общем всем я дала имена и вышивала их с большим удовольствием ну а это шкатулочка новогодняя шкатулка вообще хочу сделать две шкатулки наполнить их игрушками и подарить детям на память от меня здесь у меня мыло еще мыльные бакетики мои тоже стоят но тут мыло не по теме 8 марта остались кстати мыло прекрасно может храниться когда упаковано но в общем вот эта вот работа от чудесной иглы оформила в новогоднюю шкатулочку багетной мастерской двое делали мне шкатулку в инстаграм есть у них страница это натуральное дерево и отправляют почтой тоже есть прям отдельный ролик у меня про багетную мастерскую и там ссылочки под видео сегодня мастер-класс будет в три часа а я пришла снимать мастер-класс и вот пораньше надеюсь успею вам доснять видео это веночки от фирмы панна венок плодородия и венок изобилия ну а в центре моя картина любимая самая большая это эсмеральда почему любимая наверное потому что самая большая эта картина от золотого руно полная зашивка на 16 аиде не знаю девочки мне нравится спорные конечно мнения противоречивые кто вышивает многоцветки считает что не очень проработана схема ну а поскольку это моя первая такая большая работа я считаю что прекрасно проработана если еще учесть что она очень легко вышивается и размер у нее конечно не такой громадный как у многоцветок я считаю нормальная работа но это шкатулочка а шкатулочки готовые видео тоже на канале есть это иголочки от волшебной страны тоже на деревянных заготовках вот эту большую работу от черевна мыть вышивала алина это ее единственная работа и вот такая огромная но не подсела алина на вышивку хотя получилось у нее очень очень хорошо и аккуратно здесь носочки которые вязала бабушка но это я показывала у меня видео презентации есть и куколки которые делала мама мама большая коллекция была куколок она ее подарила нашу библиотеку традиционная славянская кукла у мамы есть канал называется мадам плюшкина рукодельный канал очень много подписчиков ссылочка есть под видео это на мусульманскую тематику вышивала для тимуровых родителей выставка поэтому мы взяли чтобы побольше было экспонатов чтобы побольше здесь было картин но потом опять отдадим тимуровой маме полная зашивка от фирмы вышивальная мозаика у них очень много картин на мусульманскую тематику еще есть у них мечеть кул шариф но я ее забыла принести на выставку еще две картины у меня дома висят на балконе представляете я тоже про них забыла здесь иконы иконы от разных фирм сейчас я уже точно даже не скажу какая икона от какой фирмы вот это только точно помню это образа в каменях это самая дорогая картина из всех моих картин вышивается хрустальными бусинами натуральными камнями стразами икона серафима саровского в общем на иконах не буду наверное подробнее останавливаться есть отдельные у меня видео вот это вот точно помню от черивна мыть одна из любимых вышивала для дочки неувидаемый цвет здесь не только бисер здесь бусины стеклярус очень красивая получилась икона я даже пожалела что не оформила музейное стекло но я тогда не знала что существует музейное стекло все иконы оформляла в обычное вот эту икону серафим саровский оформила в музейную но теперь я решила что все вышитые бисером буду оформлять музейное стекло а нитки буду оформлять целях экономии в обычное здесь одна из любимых картин тоже первая картина я не помню как прям точно какая была первая потому что я тогда тоже параллельно вышивала я уже заканчивала по картину фрукты и начала эту или за у меня еще не оформленная была но не суть это картина от фирмы алиса ну для новичка наверное сложно часто меняется нить но все-таки я справилась почему я думаю что справлюсь с многоцветками потому что вот это вот была моя первая картина вообще у меня маленьких картин даже и нет вот маленькие вот эти я вышивала и то уже потом в начале почему-то всегда меня тянуло к большим картинам вот картина тоже на 16 канве вышивается от фирмы реолис она уже снята с производства белые розы на заборе классная работа я помню вышивала вот эту сирень и на каком-то форуме общалась с девочками и там кто-то вышивал вот такую работу а я тогда смотрела и думаю как можно вышить такую большую и такую красивую а вот и там девочки обсуждали была такая фраза что я считаю что каждая вышивальщица должна вышить эту картину я так запомнила эту фразу и она сидела у меня много лет в голове и потом все таки я решилась но исправилась это мои мыльные букетики здесь их тоже очень очень много разные такая вот красоте это вышивка лентами опять же проба просто вышивала нарисовала на бумаге эскизы и вышивала не помню даже может где-то видела похожую картинку у кого-то вроде в какой-то фирмы похоже был сюжет но вот я так его помню прям на листочке как так нарисовала и вышивала вот без схемы просто взяла ткань такую рыхлую вышивала это вышивка бисером подсолнухи напечатанный фон шкатулочки шкатулочки у меня две одну дарила свекрови вторую маме вот это вот яблочки моей маме дарила это пластиковые они такие дорогие не деревянные пластиковые шкатулочки и вот эту вот дарила свекрови вот эта вышивка от фирмы марии с кусница а вот это вышивка по авторской схеме марии бравко но вот эти небольшие работы у меня их несколько от чудесной иглы вообще у чудесной иглы получаются картины гораздо лучше чем на превью ярче насыщеннее очень нравится но это тоже проба вышивка лентами сирень видите как я пробовала чуть-чуть сирень разные техники чуть-чуть ромашки ну и так постепенно научилась вот она еще одна из первых работ очаривно мыть в середине бисер а по краям вишенки вышиты нитками нитки ужасные были по моему без так сорвались постоянно но ничего нормально справилась эта витрина с мелкими работами у меня прям есть отдельное видео и трансляция где в шкатулочки перебираю вот эти вот работы посмотрите сколько вышитой магнитиков и игрушечек вот так вот целая витрина пасхальную тематику и на новогоднюю вот столько всяких мелких работ ну а здесь на лавке разложены мои не оформленные картины я их специально не оформляю чтобы носить их с собой навстречу в рулончике потому что оформленные таскать тяжело мои не оформленные работы я показывала вот свой рулон тоже как-то была у меня трансляция это мы подробно обсуждали это вот от артеон синички и сирень очень легко вышивалась несмотря на то что здесь сирень часто меняются нитки смогу похвастать изнанкой не во всех работах я могу похвастать изнанкой я не стремлюсь чтобы она была красивая но вот некоторых работах она получается аккуратная вот на льне у меня почему-то получается аккуратно хотя лен тоненький очень микро стежком закрепляю но это от вероника женер схема это чудесная игла вышивала с нитками бестокс бестокс не очень хорошие нитки но результат обалденный получился дешевенький набор но очень мне нравится разработка взгляд но точно как у нашего речка окрас немножко отличается а вот взгляд точно такой же это работа от мари искусницы это мое знакомство было с мари искусницы нитками финка вышивается девчонки очень мне понравились нитки финка и я купила 2 вот такой наборчик из этой серии там соленок на дереве сидит это просто я в интернете какую-то схемку нашла помните все хотела баночки оформлять вот такой получился петушок ой что-то сложно что столько фрузилков здесь слишком много всего на мой взгляд даже слишком много эти цветочки особенно понравились такая миниатюрная получилась работа это тоже ботаническая серия вероника женер недавно недавно буквально вышла тоже видео есть это ангелочек схемку нашла в интернете пробовала вышивать на 18 канве нитки просто сама подбирала какие дома были такие подбирала мне просто очень хотелось попробовать в 17 канву когда-то и вот я пробовала но это сэмплер мечты о хоризонтемах пока только 1 сэмплер я вышила не подсела я на сэмплеры но все-таки буду вышивать потихонечку между делом тоже буду вышивать как отдыхалочки быстро легко они вышиваются это тоже мария искусница должно было оформляться в открытку но на 14 канве вот мне показалось очень крупно очень крупно так это хоть не показывая девочки это проба моя вышивка гладью что-то не нравится мне как у меня получилось поэтому даже показывать не хочу вот это тоже вот такая маленькая работа от марии искусницы но красивая маленькая но красивая вот тут я уже серединку добавила золотистый бисер вместо фрузелков это работа от овен это первая работа моя крови но вроде такие простенькие розы но не знаю очень мне нравится как я люблю вышивать цветы вот так лепесток за лепестком оторваться невозможно обожаю вышивать цветы но это это авторская схема наташи гевки блогера нашего видите канва вручную окрашена у меня три наборчика наташинах вот один вышел а еще два у меня есть и тоже вот такая вот розочка по авторской схеме екатерины волковой по моему тоже девчонки уже забываю но видео есть обо всех работах это тоже на мусульманскую тематику для тимура вышивала рука фатимы ну все девчонки вот так быстренько я пробежалась обзор сделала на все работы которые у меня есть ну а подробно уже смотрите на канале плейлист готовые работы там есть еще такие работы которые не представлены здесь на выставке спасибо вам большое за просмотр подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки с вами была инесса всем пока пока не забывайте и и и и и и и и